МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В свой 85-й день рождения отмечает известный ученый Зинула Мулдахметов. В областном Акимате в честь юбилея заслуженного деятеля науки был организован прием. Продолжается расследование дела о смерти трехлетней девочки в областной инфекционной больнице. Врачи, недооценившие тяжесть состояния Азерека Хармановой, еще не сняли белые халаты и по-прежнему лечат пациентов. Холодное варенье – идеальная заготовка или неудачный способ переработки ягод и плодов. Мы выяснили предпочтение горожан в приготовлении излюбленного десерта и мнение специалистов о сыром варенье. Свой 85-й день рождения отмечает известный ученый Зинула Мулдахметов. В областном Акимате в честь юбилея заслуженного деятеля науки был организован прием. Виновника торжества поздравили глава региона Ерлан Кушанов и представители научной интеллигенции. На приеме по случаю 85-летия известного химика Зинулы Мулдахметова собралась вся научная элита страны. Почетный гражданин Караганды в день своего рождения получил поздравления от высоких чиновников, в их числе глава правительства Бахаджан Сагентаев и первый заместитель председателя партии Нур-Отан Маулен Ашимбаев не остался в стороне и Акимобласти Ерлан Кушанов. Глава региона подчеркнул, что за годы труда уважаемый ученый внес значительный вклад в дело научно-технического прогресса. Также Ерлан Кушанов отметил, что юбилей Зинулы Мулдахметова – это праздник общий для всего Казахстана. День рождения Зинулы Мулдахметова – это не только праздник его семьи, но и большая радость для всей страны. Это прежде всего праздник всего научного мира. Ваш труд всегда высоко оценивал наш президент. Вами гордятся все карагандинцы. Сам ученый на прием пришел в сопровождении своих детей и внуков. Несмотря на солидный возраст, Зинула Мулдахметов выглядит бодро. В свои 85 лет он все еще полон планов на будущее. Как-то впечатление было до этого, что все опасались таких цифр 85-90. Но я смотрю, что не такая уж страшная цифра 85. Можно жить и жить, оказывается, вспоминающая все прошлое и обогащая себя в прошлом на будущее. Зинула Мулдахметович является автором более 250 научных работ. Он награжден орденами ДОСТХ, ПАРАСАД, ЗНАК Почета. В копилке достижения академика, медали Астана и за трудовую доблесть. В 2001 году ученому присудили звание почетного гражданина Караганды. Токжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Празднование 85-летия служенного деятеля науки Зинулы Мулдахметова продолжилось в масштабной конференции. В ней приняли участие именитые ученые. Мероприятие прошло с участием Акима Карагандинской области Ирлана Кушанова. Мероприятие приурочили к юбилею известного химика Зинулы Мулдахметова. Конференция под названием «Наука, образование и производство в условиях четвертой промышленной революции» проходила в стенах Института органического синтеза и углехимии, директором которой является юбиляр. Конференция стала площадкой для обмена идеями именитых ученых со всего Казахстана. Представлены все вузы и научные исследовательские институты региона. Как вы видите, зал полный. Кроме того, мы здесь в поле проводим выставку научных разработок всех представленных организаций. Почетным гостем мероприятия стал российский ученый Карпенко Михаил Петрович. Профессор отметил вклад академика Зинулы Мулдахметова в образовательную сферу страны. Я метался по России, создавая сеть учебных центров, а Зинула Мулдахметович метался по Казахстану. И он создал эту сеть в кратчайшие сроки. Все основные города были покрыты этой сетью. И началось торжество дистанционного образования в Казахстане. Можно сказать так, что мы считаем, что в результате всей этой проделанной им работы в Республике Казахстан были внедрены три принципиальных инновации. О заслугах ученого в сфере образования говорил и о Ким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Во-вторых, он организатор и реформатор в сфере высшего образования. Он стоял у истоков Карагандинского государственного университета. После своего наставника Евгений Арстаныч открыл новые корпуса факультета и кафедры. Сам стал наставником для молодых казахстанских ученых и преподавателей. И в-третьих, Зинула Мулдахметович, он настоящий дипломат в сфере образования. Он сделал многое для укрепления дружбы между Россией и Казахстаном. В ходе конференции выступили доктора наук и ректоры ведущих вузов. После пленарного заседания участники разделились по четырем секциям для защиты исследовательских работ. Тухжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжается расследование дела о смерти трехлетней девочки в областной инфекционной больнице. Врачи, недооценившие тяжесть состояния Айзерека Хармановой, еще не сняли белые халаты и по-прежнему лечат пациентов. Журналистам удалось побеседовать с мамой погибшей девочки. Имя девочки, скончавшейся от острой кишечной инфекции, этой зимой до сих пор на устах карагандинцев. Смерть трехлетней Айзере в областной инфекционной больнице стала причиной длительных разбирательств. Тогда люди в белых халатах пытались сделать виноватой саму маму, забравшую дочку из больницы из-за ненадлежащего ухода врачей. Мол, молодая мама накормила ребенка колбасой, которая и стала причиной острой инфекции. Расследование по данному делу все еще продолжается. Из-за отсутствия официального запрета заниматься медицинской деятельностью, ни один из врачей, допустивших нарушение тем трагическим днем, не был уволен из инфекционной больницы. Мама девочки Диана Кокарманова продолжает добиваться правды и справедливости. Готовые результаты судебно-медицинской экспертизы не дали ответы на многочисленные вопросы, потерявшие ребенка матери. Они отвечают только на те вопросы, которые им было выгодно. Получается, они ответили на вопрос, смогло ли повлиять то, что мама давала ребенку колбасу. Да, в колбасе мы нашли якобы Еколи какой-то вирус. Хотя, когда мы в департамент сдавали вот эту вот колбасу, наши анализы, памперс с анализом эзири, там и в СССР, и в департаменте здравоохранения нам выявили, что колбаса тут вообще ни при чем. И в наших организмах, хоть и мы ели эту колбасу, вообще ничего не обнаружено. И получается, что вот Айзире выявили, что как будто бы Айзире заразилась колбасой. И то, что Айзире вообще как бы не болело в больнице, внутрибольничные инфекции она не захватила именно в больнице, а якобы, что она захватила ее именно, когда мы ее забрали домой в 13 часов. С казахстанского рынка отзываются препараты с действующим веществом Валсартан китайского производства. Регистрационное удостоверение отозвано у препаратов Вазар, Нартиван и Вазараж. Об этом в ходе брифинга сообщили специалисты областного департамента комитетов формации Министерства здравоохранения. Европейское агентство по лекарственным средствам. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США также отзывают с рынков препараты с веществом Валтарсан, активная субстанция которого произведена китайской компанией. Причина отзыва – наличие опасной примеси в препаратах в некоторых партиях активной субстанции. Причина отзыва – наличие в этой субстанции примеси нитрозодиметиламина. Считается, что эта примесь, нитрозодиметиламин, является вероятным канцерогеном для человека. В нашем реестре лекарственных средств на сегодняшний момент три наименования, три препарата содержат эту субстанцию. Именно вот субстанцию производства Китая – джицанхуахай. Это Нортиван, дозировки 40 мг, 80 мг, 160 мг, производство Гидеон Рихтер. Второй препарат – это Вазаар, тоже таких же дозировок, 40, 80, 160 мг. И Вазаар Аш, дозировки 80 мг, 160 мг, производство Балкан Фарма Дупница. И третий препарат – Комби Кардофикс Санавель, плюс производство Санавель фармакоиндустриальная торговая компания Турция. И тем не менее, специалисты отмечают, что поскольку препараты используются в лечении серьезных заболеваний, прекращать их прием не следует без разрешения лечащего врача. В этой связи всем пациентам, принимающим Валсартан указанных производителей, следует незамедлительно обратиться к врачу для замены на другой препарат. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Строительство солнечной электростанции в Саране близится к завершению. Предприятие станет крупнейшим в Центральной Азии. Об этом сообщил Аким города Ержан Тимирханов. Стоит отметить, что в последнее время распространяется информация о том, что проект заморожен. Старт строительства солнечной электростанции был дан в июне прошлого года. Тогда глава области Ерлан Кушанов принял участие в закладке памятной капсулы. Предприятие займет площадь 160 гектаров, на которой разместятся 370 тысяч панелей. Ожидаемая проектная мощность в год должна составить 145 миллионов киловатт в час. Да, СМИ были готовы, о том, что проект приостановлен или как разоморожен, так, что группа приостановлены, потому что меня на самом деле проект проходили. Так, ты слышишь, подозревшие документы, разрешительные документы. Сегодня сначала есть в активной памяти строительных монтажных торговых, на площадке работает около 300 человек. Сейчас проводятся работы по установке сварь, условно говоря, в час, в час, в час, в час, в час, в час, в час. Сейчас установили, потому что в конце ноября проект будет завершен. Проект находится в графике, по которому проект разведелся в прошлом году. Поэтому тут в год с ним перейдут. Проект реализуется по инициативе представителей Европейского Союза. Базовыми партнерами являются компании «Шнайдер Электрик» и «Грасс Инжиниринг». Аким Сарани особо подчеркнул, что строительство ведется за счет частных иностранных инвестиций, общий объем которых составляет порядка 340 миллионов американских долларов. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Холодное варенье. Идеальная заготовка или неудачный способ переработки ягод и плодов? Наши корреспонденты узнавали предпочтение горожан в приготовлении излюбленного десерта и мнения специалистов о сыром варенье. Бахатабилова, как и любая заботливая бабушка, готовит варенье для своих внуков и детей. Женщина признается, что без этого сладкого лакомства не обходится ни одно чаепитие в ее доме. Карагандинка готовит варенье привычным для многих способом. Тщательно перебирает ягоды, моет в холодной воде, а затем засыпает сахаром и варит на медленном огне. Однако в последние годы Бахатабилова стала отдавать предпочтение замороженному варенью. Она считает, что варенье без варки более полезно. Говорят, что при варке плоды теряются витамины и полезные свойства. Конечно, желательно есть фрукты и ягоды в свежем виде. Но зимой такой возможности нет, поэтому я их замораживаю. Детям и внукам такой десерт нравится. Замороженное варенье по-другому называют холодным или сырым. Но вне зависимости от названия рецепты приготовления необычного десерта не разнятся. Фрукты или ягоды измельчают с помощью блендера, мясорубки или толкушки. Затем добавляют немного сахара и разливают по банкам. Такое варенье нужно хранить исключительно в холодильнике. Пока народ обсуждает, какой вид приготовления варенья лучше, специалисты повторяют, что употребление данного десерта может навредить здоровью и вызвать множество проблем. Однако, по словам диетологов, в холодном варенье витамина все же больше. Но я так как скажу, что замороженные, они являются более приемлемыми и более полезными, так как они сохраняют все витамины и микроэлементы, такие как витамины группы В, С. Например, витамин С разрушается при первом же контакте с металлическими поверхностями, такими как железо, цинк, медь. Но заморозка, она является, наоборот, нам приемлемой, так как быстрая заморозка, она хорошо помогает сохранить внутри фруктов и овощей все микроэлементы, это вот все микроэлементы железо, цинк, марганец, молибден, все они сохраняются. И они приносят пользу. А, например, варенье, они, так как их варят, то есть проходит термическая обработка, с них выводятся все витамины и микроэлементы, и при этом у них калорийность будет выше. Многие из нас привыкли воспринимать чай с вареньем как действенное лекарство против простуды и гриппа. Но стоит помнить, что этой сладостью, вне зависимости от того, как она была приготовлена, злоупотреблять не стоит. Ведь данный десерт может нанести вред не только зубами желудку, но и фигуре. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Цифровизация здравоохранения является необходимым условием для развития не только этой конкретной отрасли, но и основным фактором экономического и общественного прогресса. Новые технологии в своей работе успешно внедряет Медицинский центр Карагандинского государственного медицинского университета. Комплексная медицинская информационная система, приложение ДомуМед – все это дает возможность поднять качество медицинской помощи на новый уровень. Медицинский центр Карагандинского государственного медицинского университета обслуживает не только жителей Караганды, но и студентов ВУЗа. Уже сегодня удобство новых технологий по достоинству оценили врачи и пациенты. Врачи заполняют электронные карты, пациенты записываются на прием посредством мобильного приложения. И уже с этого года мы уже в КМИС «Стационар». Наши все истории болезни наших пациентов, которые находятся на стационарном лечении, мы ведем уже в электронном формате. Это тоже облегчает работу врача, так как вся информация в электронном виде, он может ее смотреть, он может корректировать. И это все облегчает тот момент, что его потом можно распечатать, и даже эти же данные можно передать дальше на участок к врачу, который получит уже полноценную информацию про пациента, который, допустим, находился у нас на лечении. Стоит сказать, что Казахстан стал первым из всех стран ближнего зарубежья, кто начал повсеместную цифровизацию медицины. Это отметил Вячеслав Реут, президент Российской ассоциации врачей амбулаторной реабилитации. Гость из Санкт-Петербурга прибыл для обмена опытом. В Караганду он привез передовые технологии реабилитации пациентов. Отсюда намерен взять наработки в области цифровой медицины. Я приехал по приглашению медицинского университета как раз для обмена опытом, потому что наслышан, что у вас в области, в стране, очень хорошо развита цифровая система, цифровизация. И мне это стало интересно. Я готов поделиться опытом новых технологий, которые применяются в Европе, физической реабилитации, дистанционной реабилитации. Цифровизация в медицинском центре университета была внедрена в 2016 году. Этого времени хватило для того, чтобы полностью раскрыть потенциал современных технологий. Не стоит забывать, что и технологии не стоят на одном месте, а это значит, что с каждым годом будут появляться новые приложения и системы, которые еще больше улучшат качество медицинской помощи. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С 1 августа начался обмен социальных проездных билетов пенсионеров по возрасту. Об этом сообщает пресс-служба Акимата Караганды. Социальные проездные билеты выдаются тем, у кого пенсия не превышает 50 505 тенге. Обмен будет производиться по адресу проспект Нуркена-Абдирова, 48-2, здание отделения Казпочты. При себе иметь удостоверение личности, оригинал и две копии. Счет открытый в Казпочта для проездного билета. На период обмена социальные проездные билеты старого образца будут действительными. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. И смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Сау Болонстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова